Руки прочь! Руки прочь! Руки прочь! ОМОН хозяин города, потому что у ОМОНа только демонстрации всегда согласованные, и ОМОН стоит где хочет, и ходит где хочет, и паркуется где хочет, и еще метелит всех остальных, и вот спасибо мы дожили. Теперь ОМОН главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине. Мы же тоже солидарны с русским рэпом, у которого отменили такое количество концертов за последний сезон, еще не хватало, чтобы и здесь рэп запрещали, да? Голд анморист, я журналист, пошутил не так, и ты попал в блэк-лист, государево немилость, хоть я вроде бы и чистый, небо самолетом, а цезура журналистом! Спасибо всем, спасибо Фейс! Сегодня я вернусь в пустой дом, а наш сын встретил свои 6 лет без папы. Но и это пройдет, мы это переживем, потому что мы знаем, мы правы, и вы правы. Они мечтают загнать нас в рамки, всю нашу жизнь. И дело уже не в Яшине, Гудкове, Соболе, других независимых кандидатах. Дело в каждом из нас. Если мы им позволим это, то они сожмут наши горла еще крепче, пока мы не сможем говорить, потому что нечем дышать. Отпускай! 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 И я, конечно же, хочу сказать об этом чудовищно сфабрикованном деле, о так называемых массовых беспорядках. Этих массовых беспорядков не было. Они сами прекрасно знают, что это сфабрикованное дело. Но это не первое сфабрикованное дело. За массовые беспорядки по этой статье уже отсидели люди, которые выходили на Болотную площадь. Да, я Алексей Полюхович, я отсидел 3 года, 3 месяца и 3 дня за массовые беспорядки, так называемые, на Болотной площади. Это было в 2012 году, мне кажется, многие здесь находящиеся уже не помнят про это. Они бьют нас, но потом они проходят потерпевшими в судах. Это было в нашем деле, и это сейчас происходит снова. Берегия! 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 Когда честные кандидаты попытались пойти в Мосгордуму, их отбрили как школьников, хотя кандидаты пытались играть по этим правилам. Но прикол в том, что они отбрили не этих кандидатов, а всех нас, людей, которые надеялись, что здесь в теории могут быть честные выборы. Вот мы стоим без оружия, без масок, и говорим, мы не проплачены никем, мы не экстремисты и не преступники, мы просто граждане, хватит врать нам про то, что мы и есть злодеи. Россия это наш дом. И не надо нас отоваривать кулаками и спецдубинами, суд устраивать над невинными, разбивать народ на две партии, на простых ребят и Росгвардию. Мы ботаники и чайники, вы ГБшники и начальники, и за нами страна огромная, а за вами воронки до ворона. Егор Жуков, мой друг и мой кандидат, который два года в своем видеоблоге призывает к ненасильственному протесту, отговаривает всех от столкновений с полицией и говорит, что ненасилие эффективнее, чем насилие. Ему теперь инкриминируют насильственную, фактически, статью 212-ю о массовых беспорядках. Я бы никогда не пошел на выборы, честно скажу, но я выступаю здесь ради того сегодня, чтобы у моего народа была свобода и было право выбора. ГОЛ ДО МАЙ РИСТ, Я ЮМОРИСТ, ПОЧАТИЛ НЕ ТАК, И ДЫ ПОПАЛ В БЛЭК РИСТ, ГОСУДАРИ ВАНИ МИЛОСТЬ, ХОТЯ ВРОДИ БЫ И ЧИСТЫ, НЕБО САМОЛЕТАМ А ЦЕНЗУРА ДА АРТИСТА. Понравили вы чайники? Свобода Егору Жукову. Спасибо. Молодец. Заблюдайте права человека! Заблюдайте права человека! Субтитры создавал DimaTorzok